Победитель международных конкурсов, солист Московской государственной филармонии, преподаватель Московской консерватории, встретился с воспитанниками детских музыкальных образовательных учреждений, чтобы поделиться своим опытом и жизненной философией. Эта любовь к музыке, которая у них у всех, безусловно, есть, ее тоже нужно как-то в себя взращивать и специально о ней заботиться. Потому что труд тяжелый, труда много, он не всегда приносит моментальную отдачу. Мастер-класс проходил в течение двух дней. За это время маэстро успел встретиться только с несколькими самыми способными детьми. Семья Маши Песчаненко музыкальная. И мама, и тети играют на фортепиано. Поэтому выбор инструмента был очевиден. И хоть к участию в различных концертах и конкурсах девочка привыкла, выходить к мастеру первой было волнительно. Он очень понятно объясняет. Мне очень понравилось. Еще одна участница мастер-класса Оля Щавелева, ученица Винновской школы искусств, признается, что последние пару месяцев приходилось много заниматься и репетировать, чтобы добиться хорошего результата. Я сегодня буду исполнять гиллок, фонтан дождя и пахульского плюда. Меня поддерживает бабушка и преподаватель. Я сама. Для участия в мастер-классе юные ценители музыки съехались со всего московского региона. Музыкант считает, что детям выходить на новую сцену всегда непросто, особенно работая с незнакомым педагогом. Ведь появляются новые задачи, с которыми им приходится справляться. Но это невероятно полезно. Очень интересные мастер-классы, которые дают возможность не только преподавателям показать свою работу и чему-то поучиться, но также и детям соприкоснуться с великими музыкантами, которые передают им свои секреты. Подобные мастер-классы привлекают внимание не только учеников и их преподавателей, но и просто любителей красивой музыки. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.